Живописное село Красильниково, расположившееся неподалеку от Спаска, в последнее время на слуху у многих, ведь именно отсюда берет начало знаменитый род Головниных, самым ярким представителем которого является Василий Михайлович, вице-адмирал, отдавший все силы служению России и флоту. Однако здесь, по сути, на его родине о знаменитых земляках и славной истории узнали только благодаря Татьяне Буровой. Больше 20 лет она проработала в школе, а в 2004 году, благодаря воле случая, начала работы по восстановлению фамильного склепа Головниных, облагораживанию их могил и не только. Был страшный ураган, и я шла вот по той дороге, где шел вот этот вихрь, и куда мне спрятаться, он прям по дороге идет, и я побежал сюда близко, и я побежал сюда в церковь. Когда я прибежал в церковь, встал в уголочек, а гляжу, тут было огромное дерево, уже на склепе выросло, вот ветер ее приподымает вместе вот с этим окладом, да, и затихает, он опять назад хлюпает. И вот такой звон, звук из подземелья, вот как будто меня кто-то просит, что мы тут, мы тут, вот такой, и это, мне взял ужас, и говорим, что же мы свиньи, открыт склеп, тут все обвально было. И я никого не просила, никого, и я стала ремонтировать, засыпать, а значит, вылежала, наняла ребят, выложила большими этими камнями все, и поставила на место часовню. В восстановлении церкви, которая была построена в далеком 17 веке, также легло на плечи уже не молодой, но невероятно деятельной Татьяны Григорьевны. Ну а теперь к заботам о сохранении истории прибавились работы по благоустройству села. В прошлом году местные жители своими силами отремонтировали сельскую улицу, а в этом, к примеру, односельчан решили последовать и остальные жители Красильникова. Собрали деньги, дорогу к храму сделали, теперь по улицу центральную сделали, по 7 тысяч собрались, вот мы по 7 тысяч собрались, значит, уже половину сделали, Главнинскую улицу, а в субботу мы сделаем продолжение, что уже будем ходить и в туфлях, и в тапочках, потому что так было после дождя только в резиновых сапогах. Стоит ли объяснять, что такое 7 тысяч для жителей Рязанского села, большинство из которых являются пенсионерами, тем более, что дороги должны содержаться в порядке местными властями. Однако поселковая администрация постоянно находит какие-то отговорки, хотя жители Красильникова не раз обращались за помощью. Конечно, обращались не один раз, но на нас говорят, мы плохие тут люди, значит, жалуемся, пишем об этом, обо всем, и к нам они вообще не приходят, и разные отписки нам дают, надуманные какие-то, вот, но мы не стали их больше тревожить, это бестолку. Помимо дорог у жителей села Красильникова немало проблем. Здесь нет ни школы, ни библиотеки, ни дома культуры, даже оборудованного медпункта. Итого нет. Сейчас выборы, негде голосовать, медпункта нет. Кроме того, детям села абсолютно некуда себя деть, и приходится им проводить время в импровизированном клубе, который они обустроили на дне высохшего пруда. Ребятам некуда деться, а летом очень много ребят приезжают к бабушкам, к дедушкам, ну, вот они играют нас против меню, и это человек 50, молодежи, вот таких и маленьких, и больших, вот, а деться им некуда, некуда притулиться. И вот они тут обвалились, вот в старой школе совсем, и вот они себя ремонтируют, делают вон домик. По словам местных жителей, председатель Троицкого сельского поселения Андрей Кабочкин не обращает никакого внимания на проблемы жителей села Красильниково. Узнать, почему обделяют вниманием жителей села Красильниково, мы решили в Троицком сельском поселении, но, к сожалению, на рабочем месте никого не оказалось. По телефону нам также не удалось дозвониться до неуловимого председателя. У местных жителей одна надежда, что областные власти обратят внимание на тот беспредел, который творит местная администрация. Ну, а Татьяна Григорьевна останавливаться на достигнутом не собирается. Пока есть сила, она будет заниматься и благоустройством села, и сохранением истории. Кстати, она написала уже шесть книг, посвященных истории рода Головниных. Правда, для издания «Шестой» необходимы деньги, которые пообещали выделить через Министерство культуры Рязанской области. Правда, пока это только слова, но Татьяна Григорьевна надеется, что данные ей обещания областные власти сдержат. Теперь вот ждем, когда кто мне поможет. Шестая книга очень интересная, конечно, это все архивная, и это чтобы не ушло в далекий ящик, вот это люди будут читать и знать, кто тут жил, как тут жил. Ну а мы будем следить за ситуацией и еще раз постараемся связаться с председателем Троицкого сельского поселения.